Либерецкие коммунальные службы ликвидируют сосульки на крышах многоквартирных домов. Ежедневно фасады жилых зданий очищают от снега и наледи 73 бригады альпинистов. Работу управляющих компаний лично проконтролировал глава городского округа Владимир Ружицкий. В городском округе Люберцы более 1200 крыш требуют очистки от снега и наледи. На сегодняшний день сотрудники управляющих компаний завершили эти работы на 700 объектах. Как правило, сосульки появляются на старых домах. В отличие от новостроек, у них нет конструктивных элементов, которые предотвращают образование ледяных глыб. Жалоб действительно много, потому что после обильного снегопада пошла теплая температура и начала образовываться сначала сосульки, а теперь уже и залитие кровель происходит. Поэтому в экстренном порядке практически каждый день, почти круглосуточно происходит работа по очистке крови. В том, что управляющие компании успешно справляются со своей задачей, лично убедился глава городского округа Владимир Ружицкий. Он проинспектировал уборку крыш от снега и наледи в посёлке Томилино. Своё мнение по поводу качества проводимых работ высказали местные жители. Мы рады. Ну я смотрю, у вас тут более-менее почищено. Да, у нас в этом плане... Или только сегодня почищено? Нет, 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 у нас почище будет гулярно. У нас в этом плане хорошо. Сосудки сбивают, освещение хорошее у нас. Напомню, что пожаловаться на неочищенные крыши можно несколькими способами. Обратиться в управляющую компанию, позвонить в ЕДС ЖКХ или принять участие в акции «Ледниковый период». Для этого достаточно разместить фотографию опасного объекта в соцсети и поставить специальный хэштег. Луиза и Гязырян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапачева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.